Девушки отдыхают Ты имеешь в виду, Фома? Ну, если к нему обращаешься, то нужно произносить специальные молитвы, из молитвослова А я не согласна, Бог и так нас поймет, он же наш небесный отец, вы сами нам говорили? Да, говорил Вот, значит с ним можно как с папой и мамой разговаривать и все ему рассказывать Слушаю вас, друзья мои, и нарадоваться не могу, до чего же вы оба правы Как это оба? Мы же совершенно по-разному сказали А вот и нет Дело в том, что любое обращение к Богу, сказанное с любовью, от всего сердца, это и есть молитва Любое? Да, и неважно, читаем ли мы ее по молитвослову или произносим своими словами А для чего тогда столько разных молитв придумано? По разным причинам, например, часть из них составлялась для того, чтобы люди могли молиться вместе А какая самая главная из этих, ну, общих молитв? Самый совершенный образец молитвы дал ученикам, а через них и всем христианам, Господь наш Иисус Христос А, я догадываюсь, это, наверное, очень наш Верно, Фома А другие молитвы? Они были созданы пророками, апостолами, святыми отцами Которые, кстати, подчеркивали важность и собственных молитв Это когда своими словами? Да Ну, не знаю Молитва, это же не болтовня какая-то, это дело серьезное Правда, сам я, если честно, молиться не умею Толком ничего сказать не получается Видишь ли, Фома, тут главное не что сказать, а как Что значит как? Ну, важно обращаться к Господу с искренним доверием и любовью Как будто живому человеку говоришь? Да, ведь в молитве, ребята, и происходит встреча с Богом живым Как это? Христиане имеют удивительную возможность ощутить в молитве присутствие Бога Буквально соприкоснуться с Ним и побыть рядом Ну, это уж слишком, как это Бог может оказаться рядом? Бог всегда с нами, но сами люди бывают далеки от Него Значит, в молитве можно с Богом просто разговаривать? Не только можно, но и нужно, Верочка И если Бога о чем-то спросить, Он что, ответит? Ответит? Но не так, как отвечает человек Святые отцы учат, что Господь говорит с нами языком обстоятельств А, кажется, я понимаю Вот мы попросили, чтобы кто-то выздоровел И человек исцелился, да? Примерно так, Фома Няя Миша, а часто нужно молиться Богу? Непрестанно Так учит нас апостол Павел А что значит непрестанно? Чем бы вы ни занимались, старайтесь мысленно быть с Господом Думать о Нем, обращаться к Нему за помощью, за благословением И Бог нас услышит? Конечно Он и мысли все наши знает, и нужды Здорово Получается, что и просить тогда ни о чем не надо Ну, в общем-то, ты прав, Фома Уж если просить, то о спасении души, о здоровье близких И о тех, кто сам о себе помолиться уже не может Ясно То есть о самом важном Да уж, не о глупостях каких-нибудь Машинках или роботах При чем тут машинки? А ты о куклах тогда не проси И так их уже целая гора Ну, ну вот Да Со спора начали сегодня и опять к нему вернулись Да нет, это мы уже шутим, дядь Миша Это мы любя Любя, это хорошо Так живите, так и молитесь Обязательно Ну, мы побежали До свидания, дядь Миша До новых встреч, дорогие мои Познаем мир с Верой и Фомой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова